МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня благочинный церквей Щелковского округа, настоятель Троицкого собора в Щелкове, протеерей Андрей Ковальчук. Добрый вечер, отец Андрей. Добрый вечер. Мы с вами встречались в этой студии меньше года назад, сразу после праздника Пасхи. В этом году немножко пораньше пришлось встретиться еще впереди. Великий пост и потом уже празднование самого главного дня для православных христиан. Но сейчас мы встречаемся сразу после празднования Крещения Господня. Было всего лишь в эти выходные, отмечали в субботу. Ну и вот первый вопрос как раз по поводу этого праздника. Вообще, что значит праздник Крещения Христа для православных? В чем его особенности, ну и как его нужно отмечать? Здравствуйте, дорогие телезрители. Действительно, мы недавно с вами отметили праздник Рождества Христова и Крещения Господня. И многие жители наши участвовали в этих торжественных мероприятиях, были на службе. И праздник Крещения Господня – это двунадесятый православный праздник. И здесь воспоминается то событие, когда Господь Иисус Христос, как Спаситель мира, пришел на воды иорданские, чтобы креститься от Иоанна Претечи. И во время Крещения его миру была явлена Святая Троица. Сам Сын Божий опустился в воды иорданские. Дух Святый в виде голубя сошел на него. И был глаз слышен. Иоанн Претечи был свидетелем. Сей Сын Мой возлюбленных, в Нем же Мое благоволение. И мы, вспоминая вот это погружение в воды самого Спасителя, который принял на себя грехи всего рода человеческого, тоже в этот день совершаем божественную литургию в храмах. И также освящаем воду, которая великим освящением, которая является по названию великой агиасмой. То есть она приравнивается как причастие. Но для тех, кто, например, находится на смертном мадре, человек не может уже принять причастие, и ему дают святую воду. И для него она святыня. И также каждый день православный христианин может начать свой день с принятия святой воды крещенской. И помолясь, что во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну вот касательно освященной воды, понятно, что в храмах в этот день выстраиваются очереди практически, наверное, во всех храмах нашего округа. И не только, во всех православных храмах страны. В чем суть того, что нужно брать святую воду? Я знаю некоторые верующие, действительно, истинно верующие. У них какие-то есть такие понимания, что вот в какое время надо брать воду? До десяти часов вечера, да, накануне божественной литургии крещенской, там или после десяти, или на следующий день можно. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну есть крещенский сочельник. Вот совершается особая служба там с чтением прамий. И потом божественная литургия и великое освящение воды. И вот после этого можно уже ее пить. Даже многие христиане по обычаю в этот день не укушают ничего, пьют воду. Ну, как принято говорить до появления первой звезды. Но в то же время те, кто были на службе, то в конце, когда вода осветилась, выносится икона крещения Господня из алтаря и свеча. И вот эта свеча символизирует тоже появление первой звезды. И те, кто трудился, потому что служба длинная, те могут уже, испив воды крещенской, можно укушать постную пищу. Этот день постный. И потом на следующий день тоже освящается вода. Но у нас еще на Руси прижились такие вот, как купания. Это такой народный обычай. И если в советское время как-то этого не было, и когда в 90-е годы было уже послабление по отношению к церкви, разрешено было креститься в храмах, и вот стали возобновляться вот эти крещенские купания. У нас на Руси-то холодно, но люди окунаются в воду, перекрестясь, что во имя Отца и Сына и Святого Духа и погружают себя в воду. Конечно, если подходить, ради чего это совершается, то мы, опять же, вспоминаем, как Иоанн Претеча крестил в водах иорданских, то он призывал всех к покаянию. И вот люди каялись, приходили к нему, и тогда погружались, и выходили из воды чистыми. Также у нас прообразом этого является таинство крещения. В храмах человек тоже крестится, и потом в некотором младенчестве принимают таинство крещения, и, живя в миру, конечно, подпадают под какие-то искушения, набираются грехи, и человек чувствует, что согрешил, приходит в храм, кается, и потом причащается Святых Христовых Тайн. И многие, вот, сочельник крещенский исповедовались, причащались. У нас почти весь храм причащался в этот день Святых Христовых Тайн. То есть они исповедовались, попросили у Бога прощения. Священник прочитал разрешительную молитву. Это очень важное действие православной церкви. И стали чистыми. Ну, а вообще, Александр, как православная церковь относится к этим зимним крещенским купаниям? Сейчас действительно такое, ну, я не могу сказать, поветрие, но тем, действительно, с каждым годом все больше и больше жителей нашей страны приобщается к этому обряду, мероприятию. Но, вот, насколько я знаю, с исторической точки зрения, вот вы сейчас сказали, да, что в советские времена этого не было, но в советские времена церковь у нас была под таким негласным полузапретом, скажем. А когда во время расцвета церкви, ну, скажем, до революции, еще октябрьской, я просто читал, что как раз и не принято было окунаться, что совершались крестные ходы вокруг Иордани, проруби, вода освещалась, естественно, но вот купаться было не принято. Не было тогда водопроводов еще, вот. И в основном, ну, может, уже появлялись перед революцией, конечно, уже. Но у нас почему-то такая традиция прижилась в 90-е годы, я уже еще раз вернусь, что когда, видимо, людям хотелось чего-то такого. Вот я помню, служил в Сергиевском храме в Алмазово, там у нас пруд есть, и многие приезжали, я совершал освещение воды, вместе с клиром мы выходили, это было в сочельник как раз под сам праздник крещения, то есть мы где-то, ну, когда как, когда в 8 вечера, когда в 10, когда в 11, и приезжало много людей, около 500 человек иногда бывало в таком глухом селе, но, тем не менее, ну, мы читали, мы молились, и я говорил о значении праздника крещения Господня, и люди понимали, что они погружаются в воду, они крестились, но перед этим, конечно, все приходили в храм, исповедовались, пречали святых христовых тайн, но, конечно, не все, но потом началось такое уже, как бы, поветрие, и что это обязательно надо сделать, что Господь прощает грехи, когда окунешься, ну, нет, если ты не покаялся, то тебе никто грехов не отпустит, да, надо, но сам смысл такой вот погружения, нет, церковь не препятствует, но какого-то таинства в этом нет, это такой обряд, и хорошо, что сейчас функции такие организации взяло на себе государство, потому что это тоже и безопасность людей, и все, температура очень разная. Ну, в этом году была почти плюсовая температура на крещение, но теперь неожиданно похолодало. Вода холодная, да. Ну, в общем, если так вот, что называется, по-простому, то есть, если не был на исповеди, то и окунаться нет смысла, да, грехи все равно останутся. Ну, просто, может, для здоровья, так, моржевание, вот, так вот, конечно, полезно, но кто этим занимается, кто поддерживает себя, то здоровый образ жизни, он, это хорошо, да. Ну, а с другой стороны, если был на исповеди, то уже и окунаться не обязательно. Да, это, да, нет, это необязательная процедура, да. Ну, вот, в этом году, сейчас даже точно не могу сказать, сколько тысяч человек у нас в городе, и в целом по округу приняли участие. По крайней мере, готовы были принять 3 тысячи на центральной площадке, это в Центральном парке культуры и отдыха в Щелкове, а в целом по округу порядка 8 тысяч. Я предлагаю посмотреть видеосюжет, я сам его снимал вместе с нашими операторами, как раз еще и сочельника вечером, в 8 вечера начались крещенские купания, целые сутки продолжались, ну, и кульминация была вот примерно в районе полуночи, когда в парке культуры, ну, очередь, только очередь для того, чтобы зайти в раздевалку, в теплую раздевалку, ну, я не знаю, тысячи, не тысячи, но несколько сот человек было точно, вот только в один определенный момент. А если учесть, что начали с 8 вечера и закончили в 8 вечера только 19 декабря, в субботу, 19 января, естественно, в субботу, за сутки, я думаю, прошло очень много народу. Давайте посмотрим видеосюжет. Традиционные крещенские купания начались в 8 вечера в пятницу в Щелковском центральном парке культуры и отдыха на реке Клязьми и продолжились целые сутки. Администрация района начала готовиться к мероприятию еще в прошлом году. Были взяты санитарные пробы воды, обследовано дно водоемов, оборудованы деревянные помосты для спуска к воде, подходы к прорубям застелили душистым сеном. Свои рекомендации для купальщиков дал начальник спасательного отряда. Проводить купание только в специально оборудованных местах, иметь тапочки, какие-то нескользкую обувь, потому что можно поскользнуться, пораниться. Перед тем, как стоишь в очереди, ждешь своей очереди, надо сделать какую-то небольшую разминку. И особенно новичков касается не нырять по лынью, заходить спокойно. С головой погружаться только могут опытные, потому что могут быть спазмы сосудов и какие-то ситуации медицинского характера. Во всех местах массовых купаний дежурили спасатели, медики, полицейские. Работали теплые раздевалки. Все желающие могли выпить горячего чая с сушками. Мы готовы, были уже 16-го числа к этому мероприятию, а сейчас уже, как говорится, оценят нас уже люди, как мы подготовились к этому всему, дадут нам оценки. И такая оценка была дана. Как у вас впечатление от купания? Отличное. Отличное. Непередаваемое. Просто, ой, я в шоке. Ну вот, как вы сказали, церковь не препятствует купаниям, да, ну и, наверное, не благословляется или... Нет, почему не благословляется? Мы же, видите, направляем священников во всех, где были купания в местах. На всех 12 площадках. Да, всегда был священник. Я сам где-то до 53-х лет, что ли, вот так окунался тоже. Конечно, когда выходишь из воды, то не чувствуешь холода, но когда опускаешься, конечно. Ну, теперь давайте вернемся к празднику Рождества. В общем-то, они совсем рядом стоят с праздником Крещения. Мы так привыкли, да, что вот ребеночек родился, сразу его надо покрестить. Но, видите, Иисус Христос крестился, хотя вот буквально через несколько дней, фактически, да, после Рождества. Крестился уже в 30 лет. Сейчас для нас Рождество – это важнее, чем Крещение, конечно? Или нет? Ну, конечно, Рождество Христово, потому что это пришествие в мир Спасителя. Раньше, в первые века христианства, это был один день празднования. И Рождество Христово, и Крещение Господне. Потому что здесь явление миру Христа в рождении, а в Богоявлении или Крещение Господне, то здесь явление Святой Тройцы, то есть Бога в трех ипостасях. У нас Рождество Христово проходит очень торжественно в Церкви. Люди готовятся заранее. У нас в районе тоже совместно с Комитетом по образованию проходят рождественские чтения, где участвуют и священники, и преподаватели, и дети, и детские сады, и школы, и дополнительные образования, и дома культуры. То есть здесь и образование, и культура тоже все содействуют. И все это, если раньше это были как бы новогодние праздники, то сейчас все понимают, что центром этих праздников является Богомладенец Христос. И Ему посвящены все события, и дети стихи читают, поют, поделки разные делают. То есть очень много мероприятий проходят на такой общегосударственной и общецерковной площадке, как рождественские чтения. Это идет вся подготовка к Рождеству Христово. И у нас вот, вы помните, что в прошлом году, а это уже в 2017 году, получается, позапрошлом, так быстро время летит, было закрытие областных рождественских чтений. И очень торжественно прошло все. Я, конечно, благодарен за Валову Алексею Васильевичу, за организацию комитета по образованию, потому что все остались довольны, было очень все четко. И хороший концерт был, хор духовенства Московской епархии показал. Ну, а помимо рождественских чтений, вообще, что это за мероприятие? Можно чуть более подробно, да? Вот вы говорите, там, дети читают стихи и прочее. Насколько массово это и какие стихи? Да, конечно, что касается, например, каждого детского садика, то это свои на местном уровне мероприятия подходят. Подготовка, дети делают игрушки. В школах тоже, в классах, дети сочинения пишут, пишут картины, кто занимается с таким художественным наклоном. Кто занимается творчеством, готовит калятки, поет, стихи читают. Стихи, которые классиков наши, которые посвящены Рождеству Христову. Также у нас вот уже третий год подряд проходит ярмарка, где дети свои поделки, которые что-то делали, они продают и потом идут, мы, наверное, будем еще с вами говорить о том храме, который Владыка нам благословил, восстанавливать. Но помимо чтения, вот я знаю, недавно, совсем тоже уже в этом году, после Рождества у нас в округе прошел фестиваль, наверное, конкурс, фестиваль, опять же, посвященный Рождеству кулинарных изделий, учащихся подмосковных колледжей. Всего там было больше десяти команд, в том числе, естественно, из нашего, Челковского колледжа, который выступил организатором этого мероприятия. Ну, в общем, опять предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, чтобы посмотреть хотя бы, как выглядит этот рождественский стол. Давайте посмотрим. Еда, как искусство. О приготовлении блюд, сервировке стола, подаче пищи сегодня можно многое сказать. Вариантов множество, но все же есть такие праздники, где свои традиции, в том числе кулинарные, являются культурной составляющей. Рождество – один из таких, один из главных праздников православных христиан. Так в Щелковском районном культурном комплексе прошел тематический фестиваль кулинарного искусства. Его название говорит само за себя – православные традиции – Рождество. Хочется поздравить вас с Рождеством. Это великий православный праздник. А перед тем, как мы празднуем Рождество, православные христиане обычно держат пост. И, конечно, хочется и в период поста как-то разнообразить свои блюда, сделать их красивыми, вкусными, интересными. Так вот, традиция православной постной трапезы, она в том числе прослеживается и вашим фестивалем. Все участники представили на оценку жюри сервировку рождественского стола. Ну а затем последовала дегустация. Как известно, самое важное в блюде – его вкус. А от изобилия представленных изысков глаза разбегаются. Пироги и пряники, различные закуски, многое другое. Отец Андрей, а вы входили в жюри этого фестиваля? Нет, но в этом году я не выходил. А так, в прошлые годы я старший повар Троицкого собора была в жюри. Да, но у нас изначально какой-то год мы делали постную пищу. Вот, как бы, учились готовить. Но инициатива, конечно, исходила из колледжа. Вот как-то мы на встрече с Нарсисяном Владимиром Ивановичем что-то поговорили о питании. Он говорит, а почему бы не сделать такой вот конкурс, фестиваль такой кулинарный. И у него же колледж готовит поваров. И этот пример оказался таким заразительным. Поддержали и Матищи, и Ногинский, Сергееву Посад, и Орехозуеву, и другие колледжи. И вот уже он такой приобрел такой областной уровень высокий. Да, областной уровень, да. А продегустировать что-то удалось на этот раз? Ну да, печенки попробовал. Насколько вообще, скажем так, меню этого стола соответствует православным христианским традициям именно рождественского стола? Я считаю, что соответствует. Потому что ребята пользовались книгами, которые были еще составлены до революции. Когда это все имело такой общенародный обычай. И в православных семьях это все сохранилось. Что люди как пост идет, потом готовятся к празднику Рождества. Совершается в храме молитва, а дома хозяйки готовят пищу. И она такая разнообразная. И вот ребята преуспели, они все учли. И очень много было такой пищи, которая как раз, можно ее считать, что для Рождества Христова. Спасибо, отец Андрей. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у меня благочинный церкви Щелковского округа. Протеерей Андрей Ковальчук. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Но мы продолжим наш разговор. Отец Андрей, на территории Троицкого собора действует еще православная гимназия Ковчег. Вот если можно, расскажите о том, чем она занимается, кто туда может поступить, ну и как меняется деятельность этого учебного заведения, так скажем, с годами. Православная гимназия Ковчег, она входит в систему образования. То есть имеет лицензию и полностью с первого по последний класс дети занимаются. Все предметы те же, что в общеобразовательных школах есть и у нас. Также учителя преподает. Но ребята начинают день с молитвы, своей учебной. И также заканчивают молитвой. И участвуют в основных праздниках. Исповедуются, причащаются святых христовых тайн. Участвуют, как и все дети, и в олимпиадах, и в соревнованиях. И где-то и побеждают на конкурсах. То есть полностью, как и все дети, ничем они, ничего они не лишены, как в других светских. Конечно, может быть, нет тех условий, которые есть в школах. И бассейны где-то есть, и огромные спортзалы. Но у нас, мы надеемся, что в ближайшее время нам передадут здание, которое недалеко от Троицкого собора находится. И мы сможем его отреставрировать, может быть, при помощи прихожан. Найдутся, может быть, благотворители, кто поможет. И дети тогда будут иметь и хороший спортзал, и более такие полноценные классы. У нас при соборе все это находится. И не столько много места для детей. Но, тем не менее, они как бы ближе друг к другу. И у нас праздники. Вот сейчас тоже праздник Рождества Христова проходил. Замечательно. Ребята подготовили и спектакли. Прямо без слез не обойтись. Так они порадовали. Но именно на рождественскую тематику. Да, на рождественскую тематику. Также у нас при храмах есть и воскресные школы. Но это я уже отвлекаюсь. Вы меня спрашивали в православной гимназии Ковчех. Сейчас православная гимназия Ковчех насчитывает 580 учащихся. И как же они там помещаются? У нас Щелковское отделение. А есть Анискинское отделение. Душоновское. Потом Королевское и Балашихинское. Православная гимназия Ковчех имеет 5 филиалов таких. И поэтому у нас в соборе, в Притроицком соборе, 106 учеников. Но это для нас уже очень много. Потому что все комнаты, какие можно занять, все заняты под классы. Но занимаются в одну смену они? Занимаются в одну, да. Спасибо, отец Андрей. Напоминаю, что в гостях у меня благочинный церкви Щелковского округа протеерия Андрей Ковальчук. Звоните 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня благочинный церкви Щелковского округа. Настоятель Троицкого собора в Щелкове протеерий Андрей Ковальчук. Еще раз добрый вечер, отец Андрей. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим наш разговор. Говоря о православной гимназии Ковчег, отец Андрей, вы упомянули, что рассчитываете на то, что вам передадут дополнительное здание, чтобы комфортно было заниматься учащимся, что можно будет его отреставрировать и, соответственно, использовать для занятий. Ну а вообще, если говорить о реставрации, о установлении храмов в нашем округе, как идут дела? У нас же есть какие-то объекты, которые, так скажем, нуждаются в ремонте, по крайней мере. Восстановлено уже, какие-то новые, какие-то предстоит еще строить. Но Владыка Ювенали обратил особое внимание на те храмы, которые совсем разрушены. И у нас, конечно, в районе есть храм один непереданный церкви еще. Это Никольский храм в Абулдина. И также у нас есть еще такой невосстановленный до конца храм в Казанской иконе Божьей Матери в Богослово. Настоятель старается, там отец Антоний Коваленко как-то. Мы уже с ним вот после праздника Рождества Христова встречались. Какие-то планы есть на этот год. Но нужна еще помощь туда. Алексей Васильевич у нас в курсе дела. Может быть, он в этом году как-то что-то найдет. Там немного нужно, но нужно колокольню, верх колокольни закончить. И помочь, наверное, штукатурить этот храм. Насколько я знаю, как раз Казанский собор в Богослово является памятником архитектуры федерального значения. Федерального значения. Ну, а от федеральных властей никакой помощи ждать не приходится? Ну, это вопрос сложный. Потому что федеральные власти будут больше, наверное, сконцентрированы на монастырях, на таких более дальних храмах, которые находятся. А здесь есть село, есть приход. Ну, сейчас деревня почему-то называется, где храм. Но, тем не менее, я думаю, что мы сможем как-то вот одолеть это препятствие. И храм засияет. Главное, что там есть община, люди молятся, и это не мешает исповедоваться, причащаться святых христовых тайн. Но хочется, чтобы он обрел достойный облик, чтобы красиво смотрелся храм. Ну, вот вы упомянули еще про Никольский храм в Оболдине. Предлагаю, посмотрите еще один видеосюжет. Снимали мы его, правда, полгода назад. Летом еще, наверное, даже уже больше полугода, как раз, когда зашла речь о восстановлении храма. Давайте посмотрим, потом вы расскажете о том, как обстоят дела сейчас. Вместо колокольни угадываются очертания водонапорной башни. И все же, несмотря на значительные повреждения, в здании можно узнать традиционную храмовую архитектуру. Церковь святого Николая Чудотворца была построена в 1847 году. В советское время ее не пощадило. Десятилетиями внутри располагался рабочий цех. Так и вышло, что в частные руки церковь перешла под укоренившимся названием «Цех номер один». Глава Щелковского района совместно с представителями Главного управления культурного наследия Московской области осмотрел храм, чтобы обсудить перспективы его восстановления. Проверили, посмотрели и решили плотно работать с собственником для того, чтобы или в добровольном порядке по договору дарения он отдал этот храм, или, соответственно, путем судебных процедур. Сейчас корпус, который ранее выполнял функции склада, пустует. Ну а церковь официально признана объектом культурного наследия. Поставлен вопрос о возрождении святыни. Этот объект является объектом культурного наследия регионального значения, внесен в реестр объекта культурного наследия регионального значения и подлежит безусловному сохранению. И у собственника есть обязанность по его реставрации. Уже оформлено охранное обязательство. Сейчас мы будем оформлять собственником акт технического состояния. И в этом акте будет предусмотрен план-график проведения ремонтно-реставрационных работ. То есть это и стадия проектных работ, и уже непосредственно стадия реставрации. Естественно, мы будем добиваться, чтобы собственник этот объект реставрировал. Что-нибудь изменилось за эти месяцы, отец Андрей? Собственник взялся за ум, как говорится? Собственник пока не взялся, да, не приступил к тем обязанностям, которые ему дали обязательства. Но при личной встрече с Алексеем Васильевичем, где-то он сказал, что он передаст. Но пока что, может быть, это в ближайшее время будет. Ну, а идет ли речь о передаче этого объекта в церкви? Если его передадут, то, конечно, сразу же он войдет. Потому что сам приход, который организован в Оболдине, он именуется в честь этого храма. Никорский приход. Там построена деревянная церковь, но этот приход Никорский. И, конечно, там есть настоятель, но храм пока не передан. Мы не можем туда еще войти. А как только он будет передан, то он, возможно, войдет в порушенные святыни. Мы его, в общем-то, уже... Я на него документы подал уже в епархию. Сейчас новый учебник, книга выйдет, новый журнал тех храмов, которые еще обретены. Но, то есть, каталог увеличится невосстановленных храмов. И туда должен войти и Никорский храм Оболдина. Чтобы у зрителей вопросов не возникало, я хочу сказать, что, мы тут говорим, собственник, собственник, докрытый. Анонимность некая присутствует. На самом деле, это Ярославский завод ЛакКраск, насколько я помню. Как он оказался здесь на нашей территории, не очень понятно. Цех номер один, официально это называется. Мы видели в репортаже, достаточно большую площадь занимает храм и, собственно, территория вокруг него. Нужна ли она, скажем так, церкви? Будет ли достаточное количество прихожан? Смотрите, там кажется, что очень большая территория самого храма. Но просто за эти годы он уже так покрашен. Там пристройка была сделана и покрашена, как будто это храм. То есть храм, где колокольня и вот часть трапезная. И все. И дальше, и алтарь. А дальше вот пристройка, это не храмовая она. Окажется, что он такой большой. Тем не менее, если это пристройка, она перейдет к вам тоже? Ну, там надо будет разбирать, потому что это... Да, сейчас он стал как бы региональным значением, этот храм. Он изначально был федеральным значением, но область взяла на себя. Но тем не менее, в таком состоянии еще находится, что, наверное, много средств придется, чтобы восстановить. Наверное, да, мы будем просить Владыку, чтобы после Волоколамского храма, наверное, поручат нам его. Ну вот, вы очень удачно подвели мой следующий вопрос. Уже упомянули программу восстановления порушенных святынь. Вскользь упомянули в начале программы о восстановлении храма, Никольского храма. Нет, знаменитый. Никольского. Никольского. Волоколамский. Нет, Никольский в Оболде. А Волоколамский, знаменитый храм. Знаменитый, я знаю, что наша благочиняя Щелковская и соседняя Пушкинская участвуют в восстановлении. Тем не менее, на территории Волоколамского благочиняя. Вот, если можно подробнее, что это за программа вообще и почему, скажем, мы этим занимаемся, а не ближайшие к Волоколамскому благочиняя и вообще, что это за работа? Владыка Ювеналия вместе с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьем создали фонд. И они являются сопредседателями этого фонда, который обязуется восстановить 250 храмов. А сейчас, я думаю, что еще увеличится количество храмов, потому что еще найдены, обретены храмы, в том числе и наши, от Никольских. И когда начали восстанавливать, то все храмы участвуют, здесь и министерства, и лично люди перечисляют. Кто-то небольшие суммы, кто-то большие. Но, тем не менее, оказывается, что на один храм надо не менее 50 миллионов. И то, что собрали, например, за год 250 миллионов, то смогли 5 храмов только восстановить. Потому что это все, реставрация очень дорогая. И тем более разрушена, надо, чтобы соблюдалась техника безопасности. Здесь и архитекторы, и делаются проекты, прежде чем приступать к восстановлению. Храмы некоторые более 70 лет стояли. Хорошо, если они кем-то использовались, то они более сохранились. А если нет, просто природным условиям. И дожди, и снег, и мороз. И намокали стены, потом замерзали, потом это все. И у многих храмов своды разрушены. Я знаю, смотрел альбом, один храм, только печь осталась. Вот, отапливались, печное отопление было. Где-то колокольня осталась. И когда Владыка посмотрел, что это медленно идет восстановление, он те благочиния вначале пригласил, которые более-менее восстановили уже храмы. И наше Щелковское, оно одно из таких, где у нас восстановлены в основном храмы. Щелковское благочиние. Но таких у нас 50 благочиний. Поэтому Владыка пригласил где-то для начала человек 25 нас благочинных. Первое совещание провел. И нам вот вместе с пушкинским благочинием поручил восстановить храм Волоколамский, Знаменский. Это село Ивановское. Храм старинный. Это как бы он находился в усадьбе безобразовых. С двумя колокольнями, с тремя пределами в честь Архангела Михаила, в честь Иоанна Воина и центральной в честь иконы Божьей Матери Знамени. Ну а что, мы приняли все к исполнению. Я провел собрание духовенства, объявил священникам. Сразу же мы с отцом Иоанном встречались с несколькими строительными компаниями, которые занимаются реставрацией храмов. С проектными тоже организациями. И была составлена предварительная смета. А это большие деньги, да. Около где-то 55 миллионов надо, чтобы разделить на два благочиния. Много получается. Это без иконостасов. А где берете деньги все-таки из пожертвования? Пожертвования, да. Я вот когда в празднике служу в Троицком соборе, у нас часто людям говорю, что если есть какие-то подвижки, а подвижки есть, я людям объясняю, прихожанам своим, что вот то-то, то-то сделано. Центральный барабан восстановлен. Восстановлены своды. Вот у нас за первый год мы сделали своды. Барабан восстановили. А своды там вообще-то очень много кирпича туда ушло. Тоже продумывать надо было. Инженеры привлекались опытные, чтобы восстановить металлоконструкции, связующие. Потому что некоторые стены разъехались уже. И то есть все на профессиональном уровне. И все это утверждается архитектором. И тогда только начинается работа. В этом году была большая работа проведена. Сделана уже кровля. Барабан центральный покрыт железом. И сделан купол. Купол покрыт золотом, сусальным. Крест установлен. Также изготовлены окна для барабана. И вставлены в этом году. Там две колокольни. Одну колокольню успели в прошлом году. Мы позапрошлым году начали. Ее в прошлом году закончили. И довели уже тоже до купола и до креста. Еще это предстоит делать. А вторую колокольню пока выкладываем. Она была разрушена до основания. То есть ее надо. Сейчас зимой где-то на месяца два с половиной. Потому что декабрь мы весь работали. Кровельные работы. Можно делать в мороз. Поэтому успели накрыть этот храм. В прошлом году своды, чтобы не повредились, чтобы влага туда не попала. Мы делали временную кровлю. И все сохранилось в отличном состоянии. Ну а я хочу от себя сказать нашим зрителям, что увидеть этот храм, знаменский храм в селе Ивановское, Волоколамского района, вы можете буквально завтра. Потому что сегодня наша съемочная группа поехала туда, в Волоколамский район, в Ивановское. И о том, что сейчас отец Андрей сказал, какое состояние храма на текущий момент. Можете увидеть завтра в программе события вечером. Ну и фотоотчет можно найти на сайте Щелковского благочения. Там есть фотографии уже конца декабря о том, в каком состоянии находится храм. Ну и, соответственно, если кто готов пожертвовать на восстановление, то просим оказать, естественно, посильную помощь. Ну вот еще... В каждом храме можно, где в нашем благочине, например, в каждом храме можно подойти к настоятелю или за свечной ящик сказать, что я хочу пожертвовать на знаменский храм. Ну вот сейчас мы говорим о восстановлении, о реставрации. А не планируется в нашем округе, допустим, совсем новую церковь строить? Все-таки достаточно много их появилось за последние 20 лет, так скажем. Вообще планируется. Но еще у ладыки не брали благословения. Потому что, чтобы брать благословения, нужно уже точно решить, уже с землей. И вопрос решается о строительстве храма Боголюбской иконы Божьей Матери у Мишнева. То есть абсолютно с нуля? Абсолютно с нуля, да. В этом году на покров я служил в воре Богородской, а потом после службы поехал туда. Там была уже организована встреча с людьми. И мы отслужили молебен приблизительно на том месте. Виктор Николаевич Ухалкин, глава поселения, тогда он вплотную с ним по этому вопросу работали. Ответственный сейчас за этот приход, будущий приход, можно сказать, отец Виктор Долгих из Новофрязино. Мы с ним поговорили, он взялся вести. И в дальнейшем он готов вести это строительство. Ну то есть ждем теперь благословения митрополита. Да, митрополита, но для того, чтобы мне обратиться к владыке, нужно иметь определенные документы, пока мы их готовим. С землей вопрос уже решен. Да, сейчас другие там вопросы решаются. И как только будет готово, будем писать рапорт, обращаться, и владыка отдаст благословение, конечно. С радостью. Отец Андрей, такой вот вопрос, я как раз сейчас упомянул о сайте Щелковского благочения, где можно подчеркнуть достаточно много интересной информации. Вопрос такой, помимо традиционных методов общения с прихожанами, сейчас уже в 21 веке, какие-то, не знаю, современные методы используются еще, помимо сайта, я не знаю, социальные сети или что-то еще? Ну, социальные сети, да, все современные социальные сети, да, интернет на свой сайт есть. Ну, есть газета, очень светильник. Также, конечно, можно я вот вернусь, вы мне задали вопросы, я вот не ответил еще по поводу вот реставрации Знаменского храма. Очень приятно, что Комитет по образованию вот обратил внимание на это благословение владыки, и вот было объявлено о проведении ярмарки, и все школы откликнулись на это такое благое намерение. Гавриил Борисович возглавил вот эти все работы. И у нас уже два года проходила ярмарка, где любой может прийти и купить какую-то поделку, какую-то вот игрушку, которую ребенок выполнил в школе, или просто пожертвовать. И эта школа потом на следующий день, или в тот же день, они перечисляют на счет как раз на строительство, на реставрацию Знаменского храма. И вот в прошлом году этого около 400 тысяч было. За год? Да, ну за это время. Ну понятно, за весь период организации ярмарки. Да, ярмарки, да. Потом уже не сдавали в течение года, но просто вот за это время. Это существенная сумма, и деньги были потрачены на приобретение белого камня, потому что в Знаменском храме очень много белокаменных изделий. Да, по поводу современных технологий. Ну я уже так сказал, да. Ну в принципе уже упомянули, что есть, да, что еще. И дальше будет развиваться, нет, правда, очень хороший полноценный сайт у вас. Информация постоянно обновляется, все события освещаются. Также сайт московской епархии, который доступен, сайт патриархии, где вопросы. Также можно на многих приходах есть, можно задать сайт, и на каждом приходе есть сайт, и можно задать вопрос священнику. Многие священники участвуют в разных тоже современных медийных пространствах. Отец Андреев, у нас время подходит к концу уже, я хотел задать еще последний вопрос, наверное, такое очень важное событие произошло в жизни Щелковского благочения, это то, что клирик Троицкого собора в Щелкове, отец Дмитрий Третьяков, назначен был членом епархиального совета. Вот если можно, коротко вообще, действительно, значение этого события, но и чем занимается епархиальный совет? Да, действительно, Владыка Ювенали, проводя собрание годовое, вот объявил, что он двух священников сам назначает в епархиальный совет, а двух священников как бы выбирает епархиальное собрание, да, но он предложил кандидатуру. Конечно, кандидатура обговаривалась со мной накануне, заранее там где-то за месяц, может быть. Видимо, Владыка советовался с многими благочиненными, чтобы, вот, и я рекомендовал отца Дмитрия Третьякова как хорошего священника, который у нас занимается, ведет миссионерский отдел и хорошо трудится и с колледжами, и с молодежью, и его кандидатура прошла, вот, приятно нам. В епархиальный совет входят все архиереи векарные, да, и четыре священника, и секретарь епархиального управления, он, а ну он как раз, и тоже входит в эти четыре священника. То есть приятно, что наш клирик Троицкого собора, отец Дмитрий, теперь тоже будет принимать вопросы в решении епархиальной жизни нашей московской епархии. Ну и помощь какая-то будет, естественно, нашему благочине. Ну, он будет свои выполнять функции. Спасибо, отец Андрей, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Еще раз с праздником. Спасибо за приглашение. С Бождеством и с Крещением будем ждать светлого праздника Пасхи. Впереди пост, ну, нам еще предстоит его пережить. Еще, может быть, поговорим о посте потом, может быть. Большое спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был благочинный церквей Щелковского округа протеерей Андрей Ковальчук. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!